Привет! Как у вас там? Нормально всё? У меня-то уже ночь скоро на дворе, но как раз самое время для мультимедийного эфира. В принципе, эфир-то, конечно, видео, но рассказывать буду про всякую мультимедийную штуку, про то, как я работаю над контентом, статьями, публикациями, постами, что-нибудь больше, чем три абзаца, обычно раскладываю по схеме, которую я сейчас покажу. Ну что, поехали! Я быстро покажу принцип, по которому я работаю над почти любым контентом, публикациями больше трёх-четырёх абзацев. Значит, мне нужно написать материал для журнала-журналист. Ну, общий фокус, направление, вектор – это перестаньте торговать контентом. Приклею это сюда. Да, совершенно не обязательно брать эти стикеры, там, просто я люблю цветные, они мне глаз радуют. И можно это делать просто разрывав листочки А4, и будут те же самые листочки без проблем. Мне обязательно нужно написать вектор, потому что, так как мозг цепляется за мысли, там, как ветки дерева разбегаются, и как по саду расходящихся трубок мозг убегает, то мне нужно держать фокус на этой теме, иначе я потрачу слишком много времени на то, чтобы придумывать публикацию. Дальше что я делаю? В формате мозгового штурма, не критикуя, просто накидываю идеи, накидываю тезисы, которые нужно отразить в этом материале. И так как мозг думает не линейно, а вот этими вот веточками, то я не расставляю приоритеты вначале. Я просто накидываю всё, что мозг вспоминает, всё, что я хочу по этому поводу сказать. Первое, что я хочу сказать, в случае, там, перестаньте торговать контентом, ориентир и аудитория, кому мы это рассказываем, это редакции, ну, в основном редакции средств массовой информации, и те, которые обычно живут между двух-трёх стульев, там, газета плюс сайт, газета плюс сайт соцсети, там, телек плюс соцсети и так далее. То есть что-то такое, что многие редакции ставят в тупик, как ещё монетизироваться, как ещё где-то бывать деньги для себя. Значит, что я могу им предложить? Во-первых, им нужно дать представление о том, что, ну, те, которые медиаменеджеры, по идее, им это не надо объяснять, они это и так знают. Но мне нужно моей аудитории, там, журналистской и редакторской, показать, что источники финансирования – это общий котёл, в который стекаются разные ручейки денежные. И, по сути, вот, допустим, там, самые популярные – это реклама, и, если мы говорим про печатную прессу, это, там, в продаже тиража. И сейчас какая ситуация, что бренды, которые раньше размещались, у которых больше некуда было размещаться, они, вот этот вот поток, они его сократили просто тем, что вышли напрямую к своим клиентам, начали с ними работать в соцсетях, в интернете. То есть вот эти медиаплощадки перестали быть в дефиците. Следовательно, уменьшился вот этот поток. Дальше – продажи тиража. Люди просто стали меньше читать, у них больше получилось вариантов, где они могут получить информацию. Тот же самый, там, бесплатный интернет и много чего поставляет. Да, и, например, Почта России поджирает периодически этот кусок, увеличивая стоимость доставки, и всё это влияет на общую сумму, которая остаётся в редакции от продажи, от доставки, от дистрибуции тиража. И дальше, вот, собственно, что такое другие модели монетизации? Они могут быть кардинальные, а могут быть вот через увеличение вот этих потоков. Если у тебя уменьшается несколько направлений, да, ты выживаешь за счёт того, что у тебя остаётся какие-то другие. Очень по-разному подходят издания медиабренды к этому. Кто-то шапками торгует, там, и эти деньги направляет на издание. Окей, это у нас, допустим, там, одна история. Дальше, что мы можем предложить? Мы можем показать несколько примеров, да, например, Bloomberg. Вот. Дальше что мы делаем? Дальше вот у меня есть некая, значит, вот у меня есть вектор, вот у меня есть идеи, которые я хочу, тезисы, которые я хочу описать. Сейчас, когда мозговой, мини-мозговой шторм закончился, мне нужно расставить приоритеты, в какой логике я буду про это рассказывать. У меня есть несколько примеров, у меня есть несколько моделей. Вот, то есть я выстроила некую логику рассказа из тезисов. Я могу её поменять, я могу начать, там, условно, с монитора Блумберга, я могу начать с, там, десять идей, которые спасут ваш бренд, ну, что-нибудь, что-нибудь такое. Ну, вот, в данном случае, мне кажется, что вот так я выстрою свой материал. И после этого я беру карточки, это новые карточки, 92 формата. Я в прошлом году, в сентябре, выпустила книжку, 92 мультимедийных формата. И у нас есть игра для проведения тренингов, для переворачивания мозгов на мультимедийный лад. Вот мы сделали вот такие карточки по мотивам книги и игры. Это карточки для индивидуального пользования. То есть это 92 формы, каким образом вы можете донести свой контент, рассказать свою историю. При этом принцип такой, что это не в смысле, что вы всю историю рассказываете через один формат. Нет, любая публикация – это комбинация форматов. И дальше вы смотрите. Если вы это будете публиковать чисто в печати, тогда вот видео, например, карточки вам не подойдут. Но при этом у нас есть инфографика, у нас есть текстовые форматы. Они вот цветом выделены. Все разделы изображения нам подойдут. Изображение, инфографика – это все можно в печати, это все можно в печати делать. Это все инфографика, изображение, изображение. Здесь вот есть тип, такой кластер форматов. Есть, собственно, название. Порядковый номер – это чтобы держать в порядке эти карточки и посмотреть, не потерялась ли какая-нибудь. Просто можно отслеживать по номерам. Это у нас там сложность. А если вы, например, не знаете или не видели, как это выглядит, это все видео-аудио, это нам не подходит. Ну вот, например, интерактивы тоже не подойдут в печати. Очень трудно делать интерактив. Ну вот комбинированные форматы подают в микроформаты. Ну вот, например, если вы не знаете, как это выглядит, то вот на оборотной стороне есть QR-код. Ну и если у вас там, вы не знаете, как QR-кодом пользоваться, есть ссылочка на электронную базу, где есть примеры встраивания этого формата в реальные проекты и инструменты, с помощью которых вы можете такие штуки сделать. Ну и, собственно, сначала вы отбираете те форматы-принципы, которые вам доступны, да, которые могут вам помочь. А дальше вы выкладываете рядом с каждым тезисом, вы выкладываете, в каком формате вы хотите это представить. Ну, первое – это у меня фокус, это у меня даже не сголовок, на некое направляющее. Вот, собственно, из каких это все стекается, я не хочу писать это текстом. Я хочу это сделать в виде, например, круговой диаграммы, как вариант. Или я хочу это сделать в виде, например, там, что у нас здесь может быть, из стекающегося еще пошаговой инструкции, иллюстрация. Можно попробовать иллюстрацию, чтобы нарисовать именно как такой график. Карточки. Я бы, например, на Бороде видела, в виде карточек бы сделала, а не просто сплошной портянкой текста. И дальше, на самом деле, вот то, чем я занимаюсь, я подбираю к разным тезисам, к каждым смысловым таким блокам, я подбираю соответствующий формат. Понятно, что я сейчас просто показываю принцип, и обычно работа ведется чуть дольше, чем сейчас ведется эта трансляция. Но она, я надеюсь, показала вам принцип, что такое мультимедийная раскадровка. И вот, собственно, карточки, которыми я пользуюсь. Мы их продаем, они уже в продаже. У нас уже первые заказы ушли, они прямо в дороге, в дороге сейчас. Скоро будут у своих самых первых наших ласточек. И вот такая вот коробочка. Ее удобно носить с собой, этим всем пользоваться. Ну и самое главное, конечно, если вы там забыли, либо нужно какое-то вдохновение получить, то вот эти ссылочки на примеры, они помогают. Причем мы базу, вот электронную как раз базу, мы ее будем пополнять. Там где-то больше примеров, где-то меньше примеров, где-то вообще еще не нашли, потому что слишком такой новенький, новый формат, не так много попадается. Но все, мы работаем над базой, она будет постоянно пополняться, обновляться. Вот, это как бы принцип мультимедийной раскадровки, как я работаю над проектами. Вот дальше это уже начинается история вашего личного креатива, вашего личного таланта, редактора, мультимедийного автора. А логика, вот схемка такая. То есть мы сначала делаем скелет, потом смысловой скелет, неформатный смысловой скелет. Поэтому вот все эти истории, ааа, надо придумать срочно какую-нибудь карту интерактивную, сидишь, начинаешь думать, как дурак, какую-то чертям интерактивную карту можешь придумать. Сначала надо начинать с истории, с темы, о чем вы пишете, что вы хотите людям сказать. А вся форма, она помогает донести мысль. Если нет смысла, то никакой формат, даже самый интерактивный, самый мультимедийный вас не спасет. Ой, не спасет. Вот, собственно, что хотела сегодня показать. Ссылочку на карточки я там прикреплю куда-нибудь вниз. Если кому-то интересно, можно этим пользоваться. Принцип вы уже поняли, он достаточно простой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok